Моя светлоокая жена, всем известно, что ты любимая дочь Дакши, и тем не менее, тебе не обрадуются в его доме, потому что ты моя жена. Мало того, тебе придется еще пожалеть о том, что ты связана со мной брачными узами. Моя светлоокая жена, всем известно, что ты любимая дочь Дакши, и тем не менее, тебе не обрадуются в его доме, потому что ты моя жена. Мало того, тебе придется еще пожалеть о том, что ты связана со мной брачными узами. Комментарии о божественной милости Шрилл пропадает. Господь Шива попытался убедить Сати в том, что даже если она надумает пойти к отцу одна, без мужа, ей все равно не окажут хорошего приема, поскольку она является его женой. Даже если она пойдет к отцу одна, вероятность того, что ее визит закончится бедой, слишком велик. Поэтому Господь Шива просил Сати отказаться от мысли и пойти в отцовский дом. Папачяманенахридатурендрия 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 «Парам-падам-двешти яд-ха-шура-харим» «Человек, которым руководит ложное эго, постоянно испытывает страдания, причиняемые ему умом и телом. Поэтому величия осознавших себя душ не вызывают у него ничего, кроме злобы. Лишенный надежды подняться до их уровня и обрести самоосознание, он ненавидит их так же, как демоны, верховную личность Бога. Человек, которым руководит ложное эго, постоянно испытывает страдания, причиняемые ему умом и телом. Человек, которым руководит ложное эго, постоянно испытывает страдания, причиняемые ему умом и телом. Поэтому величие осознавших себя душ не вызывает у него ничего, кроме злобы. Лишенный надежды подняться до их уровня и обрести самоосознание, он ненавидит их так же, как демоны, верховную личность Бога. Человек, которым руководит ложное эго, постоянно испытывает страдания, причиняемые ему умом и телом. Поэтому величие осознавших себя душ не вызывает у него ничего, кроме злобы. Лишенный надежды подняться до их уровня и обрести самоосознание, он ненавидит их так же, как демоны, верховную личность Бога. Комментарий. В этом стихе объясняется истинная причина вражды между Господом Шивой и Дакшей. Дакша возненавидел Господа Шиву за то, что Шива, будучи воплощением одного из качеств верховной личности Бога, занимал очень высокое положение. И так как он был непосредственно связан со сверхдушой, во время жертвоприношения ему оказали больше уважения, чем Дакша, усадив на более почетное место. Разумеется, помимо этого, существовало много других причин. Тщеславный Дакша давно завидовал высокому положению Господа Шивы, и гнев, который охватил его, когда он увидел, что Господь Шива не встал при его появлении, был всего лишь внешним проявлением его зависти. Господь Шива всегда пребывает в медитации и постоянно сверцает сверхдушу в своем сердце, на что указывают слова Пуруша Бухи Санкшинам. Те, чьи разум поглощен в медитации на верховную личность Бога, занимают очень высокое положение, и даже великие личности, не говоря уже об обыкновенных живых существах, не могут подражать им. Когда Дакша появился на арене жертвоприношений, Господь Шива пребывал в медитации, и вполне возможно, что он просто не заметил Дакшу. Однако Дакша воспользовался этим по поводу и проклял его, так как давно уже затаил против него злобу. Те, кто осознают свою духовную природу, смотрят на тело, как на храм верховной личности Бога, понимая, что верховная личность Бога в форме параматмы находится в сердце тех живых существ. Когда такой человек выражает свое почтение телу другого человека, на самом деле он почитает не материальное тело, а верховного Господа, присутствующего в теле. Это дает возможность человеку, поглощенному медитацией на верховного Господа, постоянно оказывать ему почтение. Однако Дакша, который находился на довольно низком уровне духовного развития, думал, что почести, которые люди оказывают друг другу, относятся к материальному телу. Поэтому, когда Господь Шива не оказал почтения его материальному телу, он возмутился и излил на него свой гнев. Люди, подобные Дакши, лишены возможности достичь уровня, на котором находится Господь Шива, и другие осознавшие себя души. Поэтому они всегда враждебно относятся к великим преданным. Пример, приведенный в данном стихе, как нельзя более уместен. Асуры, то есть демоны и атеисты, всегда питают злобу против верховной личности Бога. Их самое заветное желание убить его. Даже в наше время встречаются так называемые философы, которые пишут комментарии к Бхагавадгите, хотя не видят Кришну. Комментируя слова Кришны, «Ман-мана-бхава-матхадхах», «Всегда думай обо мне, стань моим Бхагтой и предайся мне», эти философы говорят, что нужно предаться не Кришне, а чему-то или кому-то другому. Так проявляется их ненависть к Кришне. Асуры, то есть атеисты, демоны, без всяких на то оснований ненавидят верховную личность Бога. Аналогично этому, глупые люди, которым закрыт доступ к вершинам духовного самоосознания, вместо того, чтобы оказывать почтение осознавшим себя душам, питают к ней ненависть, хотя у них нет для этого никаких оснований. Субтитры создавал DimaTorzok Моя светлоликая жена, всем известно, что ты любимая дочь Дакши, и тем не менее тебе не обрадуются в его доме, потому что ты моя жена. Мало того, тебе придется еще пожалеть о том, что ты связана со мной брачными узами. Человек, которым руководит ложное эго, постоянно испытывает страдания, причиняемые ему умом и телом. Поэтому величие осознавших себя душ не вызывает у него ничего, кроме злобы. Лишенный надежды подняться до их уровня и обрести самоосознание, он ненавидит их так же, как демоны верховную личность Бога. Чуть-чуть затронем первый стих. В первом стихе Господь Шива намекает своей супруге на кое-какие тонкости поведения. Женщины, как правило, глупые. Это факт. Как правило, это. То есть мы не говорим от себя, я не говорю от себя. Я говорю так, как всегда говорю пропаду, что мы должны принимать как аксиому эти вещи. То есть, как бы там не было кому-то обидно, что ой, да нет, мы не такие пропады. Пропада заблуждается. Ну, я думаю, даже если пропаду якобы заблуждался, вы думаете, то значит, вы думаете, что и Кришна заблуждается, и Священные Писания заблуждаются. Говорится, что все, что исходит от чистого преданного, является абсолютной истиной. Абсолютной истиной. Поэтому, так или иначе, начнем с этим, ну, хотя бы представим себе, что женщины глупы. И глупы, как правило, безнадежно. И вот здесь Шива в отношениях, но их глупость не вражеская глупость. То есть, иногда мы проявляем какую-то амбициозность по отношению глупости, глупости, допустим, женской. Но Священные Писания сразу нас уберегают от этого. И даже в Айшнанский этикет Шиво-Санас Магасоми пишет, что мы не должны оскорблять женщин и нельзя завидовать им. Что значит, нельзя оскорблять женщин? То есть, мы не должны вот эти, кстати, такие, ну, прерогативы женской природы выдвигать как обвинение в их сторону. То есть, то, что у них нет ума, это не обвинение. То есть, это природа. То есть, как человека обвинять, что он карлик, это тоже не очень хорошо. Ну, правильно. То есть, человек может быть карликом, но обвинять его за это не нужно. Он уже, то есть, получил карловость свою. Поэтому, то, что женщины глупые, это, кстати, закон природы. То есть, они захотели быть такими, они получили это. Они уже, кстати, заняли то вложение, которое, кстати, привело их к этой форме тела. Поэтому мы, кстати, обвинять еще дополнительно их не должны за это. Так же, как, допустим, мы же не обвиняем ребенка за то, что он маленький. Поэтому Священные Писания говорят, что женщины и дети, они, кстати, находятся на одном уровне. И отношение всех других живых существ должно быть к ним такое. То есть, как к детям. Как к детям. У женщины это тот же самый ребенок. Поэтому на все ее, кстати, глупости и все ее выкрутаться смотрят обычно так сказать. Очень легко и просто. Даже к ее, кстати, самым там, когда волосы рыбут прямо на голове. Знаете, женщины, они иногда впадают в такие истерики. Волостя рвут прямо на голове. Прямо там, не знаю, готовы повеситься, что ли. Ну и все это. Вот я всегда смотрю на своего сына. Мне точно, вот точно так. Для него тоже всегда каждый день трагедия какая-то получается. Что это трагедия, что это вопрос жизни и смерти. Точно так же и женщины. У них всегда трагедия какая-то наступает. То есть это на всех уровнях проявляется. И вот Шива, поскольку он понимает это положение, то есть с кем он, кстати, общается, как, что. Он так, кстати, недвусмысленно, мягко очень ей говорит. Он говорит, моя светлоликая жена. То есть в этом проявляется его мягкость. То есть он никогда не начинает говорить, ай ты чурка, так сказать. Или ты ай ты дура, там, как у нас там, кстати. Или как он говорит, эй, матаджи. То есть в это матаджи вкладывается, я не знаю, там, как матершинное слово. Да, на самом деле, это оскорбление. Мы даже не понимаем, что мы их оскорбляем на тонком плане. Оскорбляем, потому что мы вкладываем в эти слова очень какие-то нехорошие, что источник там, кстати, сразу. То есть для нас это как канализационная труба вроде. Слово канализационная труба вроде более мягче в нашем понимании выглядит, чем источник страданий женщины вроде. И мы как-то всегда предвзяты. Поэтому Господь Шива, Он является ваишнавом, Он показывает, каким образом надо общаться с женами, с женщинами. И вот Он даже, Моя светлоликая жена, то есть. Это проявляет свою мягкость, то есть такой, как ребенка. Говорят, как Кришна, вот относится к Арджуне. Он говорит, о, махабах, о, там, о, сильная. То есть прославляет. Ребятишки, они любят, когда говорят, о, какой ты умный, какой ты сильный. Знаешь, ребенок подмигает, чайник поднимает, все, о, какой ты сильный. То есть, ну, это всегда в такой детской форме происходит. Такое отношение. Как игры, отношение игры. И там, кстати, мягкость, прославление. И вот Он говорит, Моя светлоликая жена, всем известно, что ты любимая дочь Дакши. То есть, всем известно, ты успокоишься. Она вся беспокоена. Она же говорит, я же самая любимая жена своего отца. Вот, фу, дочь своего отца. Она постоянно это подчеркивает, что она любимейшая. То есть, это проявление ложного эго в ней. То есть, вот мы всегда хотим быть самыми-самыми. Самыми умными, самыми любимыми. И мы всегда говорят, люди же спрашивают, ты меня очень любишь. То есть, не просто любишь, а очень. Надо обязательно очень. Потом скажут, а ты меня очень-очень любишь. Очень-очень. А ты меня очень-очень-очень. И вот так. То есть, человек всегда хочет до какого-то пика дойти, когда ты уже устанешь и скажешь, «Я тебя безумно люблю», или даже такой неприлагаемый «ужасно люблю». И вот она оттуда беспокоена. И Шива, понимая, на чем основана ее платформа ментальная, о чем она думает и что ее больше вдохновляет, он говорит «О, светлоликая моя жена». И она сразу тут. Он ее умиротворяет, он пытается ее оттащить. И вот поэтому говорится, что когда женщину надо отчего-то оттянуть, надо ее удовлетворить чем-то. И вот Шива начинает. Вот вы знаете, да, женщины наговорят ей комплиментов. Вы знаете, да, чтобы женщину вообще что-то, даже на глупость ее толкнуть, надо ей наговорить кучу комплиментов, она тут же растает, и такая субстанция, в общем-то. То есть всегда женщине подарил что-нибудь. Ну, Эко-чакра особенно у нас, он специалист, он знает, что это. Вот цветочек дал, и она все, у нее уши сразу растает. Она может и против, и все. То есть говорится, что женщина, она наиболее подвержена философии «я тело». Она постоянно думает, что она тело. Она в большей степени погружена в тело, чем любой мужчина. Поэтому женщин так легко купить. Сразу их можно купить, на любом уровне. Женщины более склонны, они жадные, алчные. То есть у них проявляют похотливый, они похотливее в 9 раз, говорится, и там все-все-все остальное. Так или иначе, они могут не проявлять этого. То есть так внешне-то это, может быть, кажется, что такая все, может быть, такая солдатская жена, такая военная, ходит, там все-все, равняется мирно, ничего, ни краски нету, ничего. Но природа остается такова. Природа внутренняя остается такая. И я думаю, вы все знаете, разницы нет, деревенская она, или городская. Природа остается такой же. И вот Шива, говоря об этой природе, он сразу начинает свою жену пытаться удовлетворить, чтобы она, кстати, размякла и не делала этого. То есть оттащить ее от деятельности какой-то. Потому что просто, кстати, она говорит, ай, ты дура, не делай этого. Нет, женщина, она, так сказать, как ребенок, ребенку нельзя, он делает все равно. Поэтому его надо занять чем-то другим, надо его как-то проявить, его интерес. И вот он начинает проявлять, ты самая любимая дочь твоей, своего отца, он говорит. И потом он уже говорит, и тем не менее, тебе не обрадуется в его доме, потому что ты моя жена. Что такое? Когда семейный человек связан, в смысле, женщина связана с мужчиной, с каким-то, то, естественно, женщина несет последствия ответственности и все последствия деятельности своего мужа. Так или иначе, если у человека есть жена, или у мужчины есть жена, то, естественно, жена, она примет все это хорошее на себя, что совершает ее муж, и также она принимает все негативное. То есть ее полностью отождествляет с мужем. То есть вот, вы знаете, это жена вот того предателя. То есть жена-то, может быть, и не предательница, никого не предавала, но поскольку она жена предателя, то все, к ней отношение как к самому предателю, даже еще хуже. Потому что ты служила предателю. То есть ты еще хуже предателя, потому что ты ему служила. И Шива понимает, что на самом деле, вы знаете, в жизни все так происходит, что мы сразу отождествляем жен с мужьями. Поэтому Шива понимает и природу, материальную природу полубогов, материальную природу. То есть они как обычные люди даже мысли. То он говорит, что все знают, что ты моя жена, и все будут тебя с этим отождествлять. Более того, ты пожалеешь о том, что ты со мной находишься, вернее, что ты со мной связана узами брака. Почему он говорит, что ты пожалеешь? Потому что по предписаниям, священных писаний, по законам, если женщина связана узами брака официально с мужчиной, то есть определенные правила ограничения ее поведения. И вот то, что Сати вошла в костер жертвами, это было правилом. Она могла бы, может быть, не хотеть, и она, естественно, не хотела бы. Но поскольку она была связана узами брака с Господом Шивы, то это было предписано ей так поступить, потому что его начали оскорблять в ее присутствии. Поскольку она знала положение Господа Шивы. Не то, что понимала, она знала. Поэтому мы помним главу, где она говорит, ты же такая личность, ты все это понимаешь. Ну, я глупая женщина, я ничего не понимаю. Она прекрасно понимает. Вот это и есть Майя. Поведение Сати — это поведение Майи. То есть мы все знаем, что там... Но мы же глупые. Мы все знаем, но мы глупые. Она не глупая. Она знает природу души и тела. Она знает всю эту науку. Потому что она ее и подчеркивает. Как же она может тогда понимать положение Господа Шивы, чтобы броситься в погребальный костер? Она понимает положение. Она знает положение. Не понимает, а знает. Это знание неполное, поскольку действия неправильные были совершены. Точно так же и мы. Мы очень многое знаем. Но когда дело доходит до поступков, мы поступаем по-другому. Мы знаем, что духовный учитель, он представитель Кришны, он Бог. Но мы с ним будем все равно спорить. Он нам скажет, делай это. Мы скажем, ну можно мы будем делать то. Даже между нами проявляются такие отношения, как между Сати и Господом Шивой. Господь Шивы говорит, не надо туда ходить. Мы говорим, ну, 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 ну прямо, ну вот, ну. Он говорит, ну что ж, ну ладно. Ну просто потом могут быть проблемы. И мы все равно, ой, он нас благословил. Мы там узрели фразу, ну ладно. Все. Ну ладно, это считаем, что благословление. Ой, Махарадж, хочу жениться. Мне 17 лет, я такая чистая джила, я вайшна, все понял. Я хочу жениться. Ну ладно, но могут быть правы. Все, ладно, ура, все, жай, жай. И Харибов меня благословил, гуру Махарадж. Из-за того, что я болею, или из-за того, что я скоро должен покинуть тело, помереть. В уме там, кстати, помереть. Вы знаете, сколько люди говорят о смерти? Я знаю одного старика, ему 92 года. Я его знаю по меньшей мере лет 20. И он каждый день говорит, вот помру, будете знать. Эх, когда помру? И все помереть не может. Его уже 300 раз похоронили, на дню 300 раз. А родители говорят, ну вы же помер, вы что ли? Время обещает, обещает. Вот точно так же и мы, мы все время обещаем помереть. Кому-нибудь, когда надо спекулировать чем-то, мы, 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 вот помру, поймешь. Вот когда там то, поймешь. Давайте, давайте, делайте, помирайте. Вешайте, стреляйте. Так же и Сатя, она не понимает этого. То есть, она знает этого, но полного сознания не имеет. Она просто знает, что он могущественная личность, что он знает все это. Она тоже знает много. Она очень много знает. Как, что, как мироздание, верховную личность Бога, все. Вы посмотрите, как интересно устроены полубоги. На великих жертвоприношениях к ним приходит Вишну. И они все его видят. И он, в принципе, когда они его удовлетворяют каким-то, каким-то очень пышным жертвоприношением, он говорит им, просите у меня, что хотите. Он не говорит, что, он говорит, что хотите. И вот представьте, полубоги его видят. Очень часто на это просят Вишню. Но ни один из них, даже Брахма-джи, не просит у Кришны чистой преданности. Не просит у Него преданного служения, освобождения. Ни черта им не надо. И заметьте, что когда появляется Вишну перед преданными, преданные в первую очередь, когда они хотят, чтобы... Они просят преданного служения. Они просят преданности, любви к Нему. Полубоги же видят Его чаще. И они не хотят. Они говорят, ну да, конечно. Ну, нас устраивает то, что мы тебя видим. Мы уже счастливы, мы тебя видим. Мы уже счастливы этим. Мы хотим оставаться полубогами. Мы хотим быть вот в таком уровне, на котором мы находимся. И вот эта тенденция, вот эта тенденция, очень сильно проявляется в преданных, у которых есть уже в преданном служении результаты, слава, почет, признание. Их уже это устраивает. Они не хотят менять свое положение. Им этого достаточно. Это проявление вот этого анатха, которое называется желание небесного комфорта. То есть человек очень себя комфортно внутренне чувствует. Внутренне он чувствует себя уже как на небесах. Все здесь у него. Слава, почет, уважение. Все. Он уже почти что полубог. У него есть аскетичность, милосердие, лучшие качества. То есть он преданный. Но знаете, полубоги, они все преданные. Они преданные, но не чистые преданные. Но для нас мы их называем боги, полубоги, чистые преданные. Они великие преданные. Даже народе муне говорят. Вот чистые преданные – это жители райских планет. Не то что полубоги, а жители райских планет. Они чистые преданные. И он разбирается, каков уровень их чистоты. То есть и так же в нашей среде. Мы можем здесь кого-то найти и объявить его чистым предным. Поскольку он лучше нас во всех отношениях. Мы можем его найти. Это не трудно. Мы можем здесь пятерку чистых вредных явно раскопать. Но если мы их поставим с более высоким уровнем, они тут же станут уцахамая. Уровни уцахамая. Сложными представлениями, с сентиментальностью, с ложным энтузиазмом, полностью на умственной платформе, и все их преданное служение полностью базируется на ложном эго. Поэтому вся их деятельность постоянно приводит их к страданиям ума и тела. И вот второй стих как раз говорит об этом. Человек, которым руководит ложное эго, постоянно испытывает страдания. То есть не то, что временно это происходит. А раз ты сегодня испытал страдания, завтра раз ты уже не испытываешь. Он постоянно испытывает страдания. Не в этой области, так и в другой. У него нет ни одного дня, чтобы он был всем доволен. То есть если он уже доволен, допустим, Санкиртиной, то он не доволен просадом. Если он доволен просадом, он уже не доволен своими дырявыми носками. Если он доволен просадом Санкиртиной и дырявыми носками, то он не доволен Матаджей, которая там все ходит туда-сюда. Если он уже и это охватывает, то он что-то помещение ему не нравится. То есть всегда недоволен. Человек, который все с позиции ложного эго делает, он всегда недоволен и всегда страдает. Всегда. То есть Шриман Бхагаватам сразу объясняет причину, источник страдания. Почему живое существо страдает? Потому что все связано, все эти страдания, и проистекают они только лишь по причине его ложного эго. Поэтому он постоянно страдает и причиняет ему страдания, это ложное эго, в уме и в теле. Вот часто спрашивают, сегодня, допустим, Галоко говорит, у меня энтузиазм упал, у тех, у других, страдают. Это страдание. Когда человеку что-то упадет, он что-то испытывает не тот, он начинает страдать, он переживать начинает. И все это связано только лишь с ложным эго. Такова природа. Такова природа деятельности живых существ здесь в материальном мире. Это ложное эго. И все, чем мы тут недовольны, теперь вы понимаете, почему Брахма говорит, что когда что-то не так, все причины ищите в себе. Это вы. Почему же мы страдаем? Почему же мы чем-то недовольны? В уме, в теле. Вот почему. Потому что это наше собственное ложное эго. Что это такое ложное эго? Ложное эго – это вожделение. Вожделение базируется в разуме, в уме и в чувствах. Откуда же появляется вожделение? Вожделение – это любовь к Кришне. Это любовь к Кришне. И та любовь к Кришне, которая оскверняется материальной энергией, сразу же превращается в вожделение. Вот представим, какова сила любви к Кришне. Вот посмотрите себе и поймите, как мы сильно его любили. Вы представляете, как мы сильно его любили? Ну, видимо, никто не понимал, о чем я говорю. Серега головой покачал. Ты понимаешь меня. Нет, вы серьезно понимаете, да, о чем я говорю? Что вы сейчас вот возьмите и представьте свое вожделение, и представьте, что это любовь к Кришне. Так вы чистые и преданные все. Мы все чистые и преданные. Потому что у нас столько вожделения. И только представьте, что это все любовь к Кришне. Так мы уже давно должны освободиться. Но это называется материальное вожделение. То есть, любовь к Кришне оскверненная материя. И тут же это становится материальным вожделением. То есть, мы сразу попадаем в ложные концепции. Я тело, все, ложное эго, пын-пын-пын, и поехало. И все, и мы страдаем. И вот здесь говорится Шриман Бхагаватам, что все эти страдания на уровне ума и тела причиняет нам ложное эго. Ложное эго, неудовлетворенность. Постоянная неудовлетворенность. Поэтому все подходят и говорят, что это мы с собой недовольны. Я тут осознал, что я бесполезен. Я тут осознал, что я ноль. Я там осознал другое. Что-то мне все это не то. Это и есть проявление ложного эго. Это проявление ложного эго. Далее. Поэтому величие осознавших себя душ не вызывает у него ничего, кроме злобы. Мы сразу можем сказать, ну мы же не злимся. Мы же не злимся, да? Никогда. Никогда. Какая-то продвинутая личность нас начинает с чудом. Мы не злимся. Никогда. Вот мы даже гуру, да, смотрите, какие добрые гуру. Они всегда нас понимают. Все такое. Потому что гуру-то как раз и понимают, что если сейчас давать наставление так такого плана, то мы все превратимся сразу в кого? В озлобленных демонов. Что произошло с Иисусом Христом? Как вы думаете, почему с ним произошла эта история? Почему его обливали, обливали, забросали камнями, приколотили, да еще проткнули? То есть его проповедь, она сразу вызывала у всех большую амбицию. Все сразу чувствовали себя свиньями. То есть он выбивал у них все ложные представления от себя. Он выхватывал у них их платформу. Он срывал с них эти маски, срывал с них эти мешочки с улыбками на лице. И тут же они все сразу проявляют, стали к нему злобу. Зависть и злобу. В чем же проявилась эта зависть? Что им не суждено подняться на такой уровень. Вот здесь говорится, лишенные надежды подняться до их уровня и обрести самоосознание. Что же лишает нас возможности подняться до этого уровня? И в первой строчке это и говорится. Что? Сложное эго. Только это нас лишает возможности подниматься и двигаться в преданном служении и на самом деле достигать какого-то уровня. Только лишь наше ложное эго, которое постоянно причиняет нам страдания. В уме и в теле. И эти страдания нам не позволяют двигаться. И когда мы не можем выдержать этих страданий, потому что ложное эго, мы не можем свое ложное эго в сторону задвинуть. Ни в коем случае. Как же так? Я вдруг... Это уж я не я буду. Как здесь очень многие беспокоятся. Мы же индивидуальные природы. Мы же все индивидуальные. Я, по-моему, вам объяснял, что такое природа индивидуальности. В чем же проявляется наша индивидуальность? Вспомните-ка. А? В чем? Да. Разные разнообразия греховных поступков в прошлом делают нас индивидуальными. Мы все занимались всякой разной чушью. Вот представим, что такое. Вот представьте. Сидит зона. Тюрьма. И сидит 15 человек. И все на рассвете должны расстрелять. Вот смотри, с одной стороны, все понятно. Но подойди к ним и скажи. Вас же всех расстреляют, а все здесь одинаковые. Ну, ты что? Ты, пожалуйста, не моги так говорить. Мы здесь все индивидуальны. Я, допустим, карманный вор. А вот он убийца. Вот тот насильник, этот скрывает сейфы, вот этот подделывал деньги. Они все индивидуальности. Он сказал, ты чувствуешь, я говорю мягким голосом, а вот тот, что-нибудь скажи, как разорется. А тот, он такой мягкий, он вообще молчун. Он мягкий молчун. А вот тот вообще глухонемой. Он сказал, как же ты нас можешь объединить в единую природу? Мы здесь все личности и все индивидуальности. У нас даже разный уровень продвинутости, они скажут. Я, допустим, за полчаса червонец так нарисую, от настоящего не отличишь. Ты же не нарисуешь его никогда. Как же мы можем друг другом с тобой сравниваться? Какая мы индивидуальность? Я лично не терплю мышей, а ты нормально на них смотришь. В чем же проявляется наша индивидуальность? Вы ладно тебе, о чем я говорю? За что мы так держимся и бережем свою индивидуальность? Поэтому Шрила Наратама Даса Дакур поет. Я сознательно пью яд. Что все то, что мы здесь делали, что-то чем-то занимались в прошлом. На музыке играли, на фортепьяно, или на балалайках, на дудках. Кто-то рисовал, кто-то там стихи сочинял. Кто-то там чем угодно мы занимались. Все это индивидуальные качества наши. Проявление природы индивидуальности. Мягкими голосами говорим или орем. Все это яд. И это делает нас индивидуальностью. Что? Мы все различно пытались наслаждаться и не служить Кришне. Мы все разнообразным образом. Кто-то в этой стороне грешил, кто-то этим грешил, кто-то тем грешил. Но мы все обедены, и вся наша индивидуальность, это наша прошлая греховная деятельность. Поэтому сразу вызывается вопрос. Каким же образом эта индивидуальность вызывается в духовном мире? Это потенция творчества, проявленная в любви к Кришне. Вот какая индивидуальность проявляется. Потенция творчества любви к Господу. Что такое? Что человек хочет более совершенней, каждый раз более университальный насладить Кришну. И насладить в зависимости с его желаниями. То есть, если человек делает гирлянду, то вот вы знаете, да, как гопи рассказывают, там, вернее, описывают гопи, они не простые цветы будут собирать. Они сразу проявляют свои вот эти вот все таланты, которые в них есть, заложены, то есть, природой души, то есть, вот эту вот творческую потенцию. Каким образом? Они изысканно это делают. То есть, вот как Маха вот это говорит о сервисе. Они предоставляют сервис. Они предоставляют сервис Кришне. Это не просто гирлянда. В этой гирлянде любовь, преданность, и она ощущается в гирлянде. Это не так, как мы там, раз гирлянду повесили. Вы замечаете, да, что даже в гирляндах, которые делают матаджи, можно ощутить их уровень. Как сделаны гирлянды. Или она вот с такой ниткой, что я не знаю, там, если повесить, она там внизу будет, в стопах где-то. Вот здесь прямо, наверное, на этом. То есть, в этом тонкости человек, который на самом деле что-то пытается сделать с любовью и преданностью, это как, вот, знаете, костюм шьют кому-то, да, индивидуальным, любимому человеку. Так там, я не знаю, прямо форму его голени поучтут, чтобы брюки нигде не жали ему. То есть, в этом проявляется отношение к тому, кому что ты делаешь. Так ли? Вот представим, мы там, кстати, своему любимому там, или своей любимой, или кому-то еще, своего отцу, мы стараемся лучшее сделать. Но смотрите, когда гирлянду кто-то делает, и он говорит, на самом деле я этого не учел, я на самом деле не делал, я на самом деле-то хотел лучше. Это все слова. Но поступок сразу определяет уровень бредного. Каким образом он сделал? Вот поэтому, чтобы определить уровни, махараджи, приезжая в храмы, сразу видят, как их встречают, какую... Для них лично это не имеет никакого значения. Но в процессе определения уровня и отношения... Почему? Отношения. Каким образом... То есть, менталитет какой в данном храме, в данном регионе? Это отношение к чистому преданту. То есть, приезжает Сан-Яси, и он сразу уже, как преданный слушает его лекцию, как все устроено, как гирлянду, как то, как все. И он уже определяет, да, здесь на самом деле люди понимают положение духовного учителя. Если они понимают положение духовного учителя, значит у них правильная проповедь. Значит, они идут к Кришне. Если этого не происходит, то, естественно, ему-то лично это не интересует, там, как кугель. Но его интересует, как через это проявляется отношение к Шриле Прабхупадзе, к Кришне, к преданному. Понимаете, в чем суть-то? Точно так же, пока мы находимся под воздействием вот этих всех ложных представлений, связанных с нашим ложным эго. Почему мы порой этот не хотим уступить кому-то? Хотя уступив даже, проиграв вроде бы на материальном уровне, мы же выигрываем в духовном отношении. Мы тут же продвигаемся, мы учимся отстранять свое ложное эго. Это и есть духовная реализация. Мы иногда думаем, что духовная реализация — победить кого-то. Победить вот здесь, чтобы все видели, что мы их победили. Да нет. Прабхупада говорил, податливость бывает более важнее в духовном смысле, чем это все. Мишура. Можно победить смирением. И по поводу этого, вы знаете эти истории, когда Шрил Прабхупада его хотели там побить и убить. Прибежали, начали его оскорблять. Оскорблять он просто молчал. Он молчал. И смотрел там в одну точку. И потом сказал, когда все успокоились, он сказал одну фразу. Что я просто пытаюсь выполнить наставление своего духовного учителя. И они все извинились перед ним. Они все извинились перед ним и ушли с чувством стыда большого. За себя. Он победил их отсутствием своих ложных представлений. Он победил их отсутствием ложного эго своего. Вот чем была победа. Ложное эго. Ложное эго всегда является источником переживаний наших. Все, что с нами связано, любой негативный поступок мы свой возьмем, и он связан с ложным эго. Возьмем любое свое страдание, какое-то непонимание, какое-то недоверие, какое-то сомнение, и оно опять же связано с ложным эго. Все это связано с нашими ложными представлениями. То есть мы что-то делаем неправильно, опираясь на свое ложное эго, и потом, естественно, вкрадывается сразу змея сомнение. Это уровни. И Рупа Гасвами, описывая в Нектаре предности эти уровни, он все четко подчеркнул. Каким образом действуют неофиты, каким образом. Первая ступень, вторая, третья. Но он берет такие основные. Далее там Санатмага Гасвами, Джиуга Гасвами, они расписали полностью все. Идеально. Они описали все мысли, которые возникают в голове у преданного хоть пять тысяч лет, а не хоть сейчас. Они все описаны. Какие мысли, как платформа, как человек думает, что он говорит, там даже фразы описаны. То есть как примеры фразы. И эти фразы, как правило, звучат до сих пор. Представьте, то есть их еще описали там 500 лет назад, а они звучат сейчас. Я такой падший, у меня нет никакой реализации. То есть использовать даже этот фактор для прославления себя. То есть, когда мы говорим, я самый падший, на самом деле мы себя прославляем. Вот вы задумаетесь, когда человека объявляешь, я-то на самом деле самый падший. Он тут же возвеличивает себя на самом деле. Он тут же себя возвеличивает. Когда он говорит, у меня нет никакой реализации, он тут же опять себя возвеличивает. Все так происходит. Все очень тонко в нашем уме устроено. Мы пытаемся наслаждаться постоянно. Через все. Потому что ложное эго. Все ложные представления нам не позволяют двигаться. Таким образом, здесь говорится, лишенные надежды подняться до их уровня и обрести самоосознание. То есть ложное эго. Пока мы будем руководствоваться ложным эгом, мы не сможем подниматься по пути духовного продвижения. Он ненавидит их так же, как демоны, верховная личность Бога. И пропадает здесь в комментариях, говорит, демоны, они всегда пытаются и мечтают убить Бога, убить его. То есть, чтобы его не было. Потому что он источник беспокойства их ложного эда. Он источник беспокойства всех их ложных представлений. Поэтому они Иисуса Христа решили убить. Понимаете? Поэтому они решили его убить. Это и проявилось, демонизм этот проявился. Когда святых хотят убить, это и есть проявление вот этого вот злобы. То есть они хотят убить Бога. Поэтому они хотят убить его представителя. Они всегда хотят убить этих людей. Поскольку эти люди, которые приходят, они проповедуют таким образом, что люди видят все свои недостатки, скрываются. И боясь потерять положение, то есть авторитет или что-то, они сразу выступают в ранг противников. Противников. Точно так же происходит и в нашей среде. Вот говорится, что Вайшнад на самом деле, это тот, кто никому не завидует. Но лишиться полностью зависти мы не можем. Потому что раз мы здесь, это уже показатель того, что мы все завистливы. Раз мы здесь, мы завистливы. Но в какой степени только? В чем мы можем... В чем наша разница? Это в какой степени мы завистливы. И чему мы завидуем. То есть сразу определяется. Допустим, есть люди, которые, ну материалистические люди, они завидуют разным, допустим, вещам. То есть как вещами, да? Любовь к деньгам и вещам людей превращает в мещан. Он говорит, любовь к деньгам и вещам людей превращает в мещан. То есть мещане это уже не люди. А сила высоких идей мещан превращает в людей. Такая вот есть аксиома. Любовь к деньгам и вещам людей превращает в мещан. А сила высоких идей мещан превращает в людей. То есть все так устроено. Все устроено именно таким образом. Это зависть. Одни к вещам завидуют, другие завидуют идеям, третьи завидуют чем угодно. И зависть проявляется на разных формах, на разных этапах и в разной степени. Он усиливает, где-то в чем-то человек завидует кому-то. Допустим, один завидует тому, что у него сильнее он, другой завидует тому, что он умнее. То есть он завидует той или иной категории качества Кришны. То есть Кришна все благое, все милостивые, знания там есть, красота, все. Он прекрасный, искусный оратор. И они все, что если взять и качество Кришны, это то, чему мы завидуем в любом другом человеке, который чуть-чуть лучше в каком-то из этих качеств у нас. И мы проявляем эти зависти. Кто-то, допустим, на богатстве сконцентрировался, и он все время завидует богатым. Ой, богатый, он такой богатый, ой, 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 ой. И все, стремится тоже через это к богатству. Другой там, допустим, к знанию, аспект знания его привлекает больше. Третий аспект вечности, четвертый аспект красноречия, пятый аспект там грациозности. Или чего-то. Все это нас привлекает, и всему этому мы завидуем. Всему этому мы завидуем. Каким образом это происходит? Даже мы завидуем тем, что Кришна сам отреченный. Мы завидуем его отреченности. Откуда происходит это ложное отречение? От зависти Кришны, что он отречен больше, чем мы. И мы начинаем пытаться искусственно отречься от всего, думая, что мы таким образом некобы отреклись. То есть все эти стадии зависти, они проявляются в нашем сердце. Почему мы начинаем иногда порой действовать? Вот, ну кто-то выбирает. После вот этого последнего сердечного приступа, операции, вот он очень болеет, и вот Бхагаватий Прогон рассказывает, что он хатха-югой занимается. И значит, вот смотрите, сейчас эту информацию сказать презды, и все презды начнут заниматься хатха-югой. По крайней мере, ученики Гопава Кришны Махараджи. Теперь все на хатха-юге будут помешаны, они будут искать эти книги, они будут их читать, они будут подражать ему, что они тоже такие же чистые и предные, как он, что без хатха-юги сейчас никак все. Если Махарадж хатха-юга, то и мы хатха-юга. Они практически все в монастыне шиваитов находятся, такие люди. То есть подражать. Не следовать, а подражать. Вместо того, чтобы развить такой уровень предности, как у Гопава Кришны Махараджи, они будут подражать всем этим внешним атрибутам. внешним факторам. Это тоже зависть. Это зависть. И вот так же предные, они вот начинают, когда действуют каким-то образом, якобы, ну, заниматься какой-то еще иной практикой. На самом деле они просто хотят выделиться разумностью. Что вот они такие разумные, что они до этого доперли. А вот другие до этого еще не дошли. Ну ничего, вы еще вспомните. Говорите, что тело – это храм тысячи болезней. И только начни поклоняться телу, так и все. Но здесь Парупай говорит, что храм, тело – это храм. И там, но он же не говорит о болезнях. Он говорит о почтении, которое мы выкажем телу. О почтении. А другие люди сразу начинают. Ага, если это храм, надо его чистить лучше, надо там смыть его. Хорошо, что изнутри, и вот все, они сразу начинают. А юрведа? Сразу они здесь подгружаются в юрведа. Он говорит, что полностью с ушами и с руками. Но Парупай здесь говорит о храме, как о вместилище параматмы и выказывании почтения. То есть смирении. Вопрос-то связан с ложным эго. Этот текст связан с ложным эго. И поэтому Парупай говорит о теле, о храме и о выражении почтения. Что такое почитать других и быть почитаемым и там все такое? Это же полностью связано с нашим ложным эго. Почему мы не почитаем кого-то? Потому что у нас ложное эго. Почему мы где-то кому-то руки не можем сложить? Ложное эго. Почему мы там... Это все ложное эго. Человеку говоришь, надо почитать там инициированных предков. Все это знают. Раз. Два дня. Вы что думаете, что вы все забыли, да? Вы все это знаете. И все это помните. Но почему вы это не делаете? А? Ну кто знает, почему мы не делаем это? Почему? Ложное эго. Каждый это знает. И на самом деле я никогда не верю, что вы это забываете. Вы все это помните. Вы все помните, что президент, комендант, ему надо выказывать особое почтение. Какое особое? То есть президент есть президент. То есть если мы не научимся почитать старшего предного, как же мы научимся потом почитать гуру? В Москве, вы знаете, как вот Эдик, я вам помните эту историю рассказал, как Эдик у нас разочарованный приехал. Потому что он увидел, что предные не почитают духовных учителей. И вот первое, что он увидел, он не увидел ничего. Он увидел только это. И это его выбило полностью из колеи. Я его отправил вдохновляться, а он приехал и говорит, что я еще хуже приехал. И вообще у меня уже желания нет. Потому что он увидел, как предные не выказывают почтение сам ящик. Потому что предные никогда не выказывали ни друг другу, никогда ни президентам, ни кому. Это нас приучает выказывать положение, понимать, что это уровень. То есть если президенту выказывается такое почтение, то появились здесь сам ящик. Это тем более. Вот для чего это нужно. Это не нужно ему лично, президентам. Потому что если президент дурак, он естественно принимает себе как тело это. Как Дакшин. Вот здесь Прабхата и говорит, что Дакшин, он принимал почести своему телу. То есть когда даже кто-то ему... Он думал, это мне, это моё тело, я такой великий. Он даже не понимал, что почтение выказывает тело, потому что там Кришна находится. Поэтому люди переступают через своё ложное эго. Это им и помогает продвигаться духовно. То есть если мы здесь будем друг другу выказывать почтение, правильно, предписанное, то это помогает нам как раз. Ложное эго. И тогда мы продвигаемся. Почему Прабхата говорит, выражением почтения и поклонами можно в духовный мир уйти. Потому что ложное эго. Человек приучится просто своё ложное эго отодвигать. И в итоге им не пользоваться. И тогда он продвигается. Вот в чём суть-то. Но мы думаем, буду я ему сейчас. Он ещё возомнит о себе. Ну я ради его блага просто ему почтение не выказываю. Потому что, кстати, он ещё падёт ещё. Сейчас мы ещё тут начнём прохлавлять. Падёт, падла. Это опять же зависть. И опять проявляется ложное эго. Это зависть, это ложное эго. То есть мы завидуем, что он в таком положении, что мы должны ему выражать почтение. Понимаете? Это не потому, что мы не хотим и пытаемся его спасти якобы. Нет. Мы просто завидуем, что не нам. Что не я сейчас в его положении и не мне выказываю. Так же, как Дакша, вот здесь Прабхата в комментарии пишет. Что Дакша, он это возмущает, что Шиву усадили на самое лучшее место, а он не омывается. Шиву усадили на самое лучшее место, а у него свечения такого нет. Шиву усадили на такое место. Он весь в змеях, он садханы не соблюдает, он там того-сего, он пятое-десятое. Он вообще ничего не говорит, глаза шарю закатит и сидит. Что он такая личность? Он никак не может понять, почему лучшее место ему. Кто он такой? Он не понимает этого. Поэтому он начинает завидовать. И от этого он, кстати, не просто непочтительно к нему относится. Это непочтение переходит постепенно в фамильярность, а эта фамильярность приводит, как Рупага с вами говорит, к оскорбительному настроению. Оскорбительное умонастроение сразу же потом в итоге приводит к оскорблению, то есть к поведению оскорблению. То есть уже человек действует и начинает оскорблять человека. Словами, поступками и все остальное. И в итоге врывается бешеный слон и затаптывает все это, что мы здесь делаем. Поэтому вот то, что мы здесь в этом комментарии говорили, что выказывать почтение телу, как храму, в котором пребывает параматма, это как раз возможность реально работать над своим ложным эго. И поскольку мы здесь этого не делаем, поэтому у нас всегда проблемы в уме, в теле, везде. Почему Пропада именно это в комментариях пишет? Самой важной частью выражения почтения. Как вы думаете? Почему именно к этому стиху, который связан с ложным эго? Почему? Потому что да, потому что это наиболее эффективный для нас метод продвигаться в духовной жизни. Выражать, почитать. Почтительное относиться. Это есть возможность работать над своим ложным эго постоянно, систематически. И в итоге свести до минимума это все. До минимума. И тогда, естественно, человек может продвигаться. Тогда он будет реализовываться. Вы помните, как я вот говорил вам, что когда Адьяк, да, допустим, вот он младше меня на 10 лет, там все такое. Почему я ему делаю дондоват? Не для него я делаю дондоватый. Я это прекрасно понимаю. Я заставляю себя делать дондоватый, потому что если я не буду вести себя в такой категории, то я возгоржусь. Я начну видеть в нем такого равного себе сначала. Потом я начну видеть, что он хуже меня. Поэтому я понимаю эти вещи. Всегда оказываю ему почтение. Всегда. Он говорит, не надо, ты прекрати, ты че. Я просто не стараюсь это делать публично, чтобы не сделать вот как наш Сахадева из этого цирка. То есть опять этими дондоватыми укрепить свое ложное эго. Понимаете? То есть все используется в двух категориях. Как может. Для одного нож это, кстати, возможность защититься, для другого нож это возможность напасть. Так и практика духовная. Для одного это практика. То есть как вот Прапада пишет, допустим. Демоны, они используют те же самые священные писания, чтобы убить Кришну. Полубогий, чтобы слушать Тебя. В этом их разница. То есть точно так же и здесь. Мы можем всю природу духовной жизни свести на укрепление всей своей негативной природы. А кто-то может даже элементарные, незначительные части духовной жизни использовать для собственного очищения. И для того, чтобы потом других научить. Один хатха-йогу использует, чтобы на самом деле здоровье свое поправить и улучшить свое служение. Другой же из этой хатха-йоги сделает опять что? Показуху, что он такая продвинутая личность. То есть опять же все это связано с ложным эго. Что там? Это его несмирение, зависть, ложное эго. И все время, кстати, гордяк, гордыня. Это стадии, это стадии предного служения и очень плохие стадии. Они нехорошие, они не очень... Никто не хочет с такими людьми потом общаться. У всех постепенно пропадает уважение к таким людям. Но эти люди в мае полной находятся. Почему называют ут-саха-мая? Этот уровень называется ут-саха, самый низший уровень. Ут-саха-мая. Саха, что такое? Сахад-джи, почему говорили? Брахма и брахма-джи. Саха и сахад-джи. Эти люди полностью материалисты. Они имитируют поведение продвинутых предных. Это и есть прахрито-сахад-джи. И в нашем храме этих сахад-джи появляются все это уже. Начали появляться и все больше и больше. Сначала был один сахад-джи. Теперь их, кстати, уже четверо. Которые явно, так сказать, это проявляют. Явно. Со стороны Мат-джи, трое. Уже семеро в храме. Для храма семь сахад-джи, так сказать, явно. Это уже круто. Практически сахад-джизм у нас здесь. Потому что они же общаются с нами. И кто-то слабый и преданный, не знающий, не разбирающийся в науке преданного служения, что это элементарно, они сразу попадают под это влияние. И тоже начинают из себя мнить. Поэтому у них с пастом, с этим кубиазмом все происходит. И они начинают всякую чушню там говорить. Ой, там. Надо с продвинутыми преданными обчаться. Вот в Индии я как вот, я мужу бы увидел, ой, тут бы я как предался. Для них ему на это обычно река. Вы что думаете? Что если вы думаете, я муна в ней купался, Кришна, то вы придете на реку и будете прямо все ощущать, как Кришна там в ней плавал. Вы будете в уме-то это думать. Но для вас это будет обычная река. Вы увидите дерево, с которым прыгал Кришна. Для вас это будет обычное дерево. Вот сколько вы себя не будете убеждать, это дерево, с которым прыгал Кришна. Это дерево. Самого ничего не будет. Вы будете в башке и так, и всяк. Ну почему же, ну, кто-то будет рядом стоять, ой, смотри, это дерево, это кришно такое, это кришно. А все на вас будут смотреть и думать, ой, идиот на беды, дурак. Да, я видел это все, собственно говоря, я это вижу здесь в храме, как в восторге от читаний Махапрабху. Или там еще чего-нибудь. Вот это все, это же, это же, это есть праград. Так что такое уцаха майя? Это вот проявление, когда мы попадаем в эту стадию иллюзии майя, то есть иллюзии. Одно принимаем за другое, незначительное очищение принимаем за прежность и бхакти. То есть процесс настолько мощный, что мы прочитая Харе Кришна мантру там неделю-две, сразу очищаться начинаем. И как мы только, а если мы прочитали там два-три месяца, то тут же у нас... Вот почему говорят, что неофит когда приходит, он лучше книги распространяет и все такое. Почему думаете? А? Потому что, соприкасаясь с этим мощным процессом, сразу он очищаться начинает. И когда человек чуть-чуть очищается, я же вам объяснял, да, сразу деятельность у него расширяется. То есть он сразу, кстати, мысли у него чистые становятся. И он вот это принимает за милость. Он думает, ооо, Кришна пролил милость. Кришна еще пока там не участвует. Это как человек, у которого все время зуб болел. Иди книги распространяй. А вот, зуб вытащили. Раз. Во, милость Кришны поперла. То есть он принял, что это милость Кришны. Лично Кришна уже, да, конечно, Кришна в этом участвует. Но не до такой степени, как он говорит, во, према уже начала. Флюс потом. Он уже пошел, книгу распространил. Все, он думает, все, я достиг уже этого. Кришна уже лично мной занялся, все в порядке. Так, надо кому-то проповедовать, других надо спасать. То есть вот, и вот эти, все это. Он из одной формы, он одно принял за другое. Он собственное очищение принял уже за бхакти. За преданность, за продвинутость. Что у него три книжки поперло каждый день. Да? Вот три книги поперло, я уже... Что я могу сделать для региона? Это как раз, это классические признаки у Сахамая. Классические. Просто идеальные. Прямо взять человека, посмотреть на его поведение, и потом на нем рассказывать. Все сразу видели, как это проявляется. Вот что он теперь не ляпнет, знаете, он сейчас четко прямо на этом уровне ловко. И главное, закрепился, и все уровни этого уровня показывают. То есть там это у Сахамая еще разделено там. На разные, подсостояния разные, психики там, все. Что у них, вот все, что он говорит, вот как он только сейчас ляпнет, я хочу быть червем навозной кучи. Другой скажет, а я хочу быть висом в мешке. Ну, вы неужели, вот вы? А они-то убеждены, что это так. Один сны видит про Нитяна Ангелу все время. Нитяна Ангелу придет в тело греки, раз? Другой все время на гуру. Вот скажите, он все время гуру служит. Он все время служит гуру. Он только гуру служит. А эти все остальные, они ничего не понимают. Гуру я служу гуру. Ну, это все, это четкие признаки самого низкого уровня преданного служения. То есть, это еще преданности, там ничего нет. Потом, сонливость, вот это пробуждение, там говорится, у цеха мая, они все время спят. То есть, как только философский вопрос, пока смех, ха-ха-хи-хи, это все историки, то есть, пока махабхара, то они все вдохновлены. Как только философия начинает, они сразу раз и засыпают. Потом, когда им говорят, почему ты спишь, они говорят, вот смотрите, что говорят. Просто такое мощное шаг тебе начинает. А другие говорят, ну, просто это неинтересно все. Ну, что это, все это, мы все это прочитали книги. И вот две категории, два категории состояния. Одни говорят, это просто неинтересно одно и то же. Другие говорят, просто такое мощное шаг тебе от гуру, что сразу засыпаешь. То есть, когда там сидит простой человек читает лекцию, они засыпают, потому что неинтересно. Когда сидит гуру, тогда шаг ты такой чистый, что сразу убивает. Это как раз вот эти признаки, они говорят эти вещи. Они все время определяют, вот смотрите, там еще это. Они определяют уровень друг друга. Там говорится, что они очень сильно заняты и сконцентрированы на определении уровня друг друга. Они смотрят на человека и говорят, нет, оп, вот этот уровень. Нет, 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 да под крицу ты. Вот этот уровень у него. Нет, он чистый, бредный, он просто чистый бредный, он открывает этот у нас. Он думает, он вы думаете так себя ведет, нет, он чистый бредный. И вот это как раз проявление Уциха Майи. То есть человек в Мае находится. В Мае Бредного, ну, умеет такое тоже. Ну это абсурд, конечно, раз абхаста. Но так получается, что человек на уровне этой Майи. То есть, из одной иллюзии он погрузился в другую иллюзию. У него там все чистые преды, он определяет уровни сразу преданных, очень четко. То есть он сам еще не инициированный, но он уже всех, так сказать, Махарад же всех распределил, кто на каком уровне. Этот на уровне Бхавы, этот Махабхава, этот там так, этот, ну этот конечко. Он там сидит, знаете, он там полгода в движении, он уже все уровни, и свой уровень. Он говорит, я, по-моему, на пятой или на шестой ступени. Ну, судя по своей искренности, я уже ситхан-то реализовал. Да, я чувствую, что я просто люблю Кришну. Я просто его люблю. Да, они тут все в этих правилах ограничениях запутались. Они так сконцентрированы на этих правилах ограничениях. Да, это мысли у Сахама. Они все так сконцентрированы, так у нас, они не понимают, что искренность это более высокий уровень. И поскольку я искренний, ладно, просто они здесь этого еще не понимают, потому что столько много тонкостей в преданном служении, потому что я такой искренний. Я же чувствую, как я искренне служу своему послюбленному гуру и Кришне с флейкой. Это вот как раз признаки Уцца Хамая. Это я вам еще рассказываю постепенно, только лишь отдельные части. Только по одной категории Уцца Хамая шесть вот таких толстенных книг описано. Шесть вот таких толстенных книг. По одному уровню, то есть сначала, что там в голове происходит, как там. Потом люди начинают, то есть вот Ганна Парва, да потом Сыцца Хамая, они с Ганна Парва, когда уходят, вот тут у них начинаются философские вот эти проблемы. То есть где мы были? В Брахмаджойте или в духовном мире? По-моему, гуру они сами не знают, где они были. По-моему, Прабхупадыцам что-то не то дал. По-моему, все учения для млечка. Это как раз проявление Ганна Парва. И всегда, почему-то я говорю, когда люди еще ссылаются в этих вопросах. Вы знаете, старшие преданные такое сказали. Ну, теперь так же можно понять, каков уровень. Каков уровень для нас, старших преданных. Если мы Уцца Хамая, то старшие преданные, это Ганна Парва. Но все это Бхаджина Крия. Первая ступень, первая ступень преданного служения. Вы понимаете? Вот откуда проистекают эти все наши исконно-советские разговоры здесь. О философии, о том, что тут все неофиты, что там только 5-6 брахманов, которые понимают Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам, которые понимают на самом деле Махараджи и все остальное. Ну, может быть, 8 брахманов. Ну, как шатриев нет. Ващий, так сказать, в мае. Ашудры, ну что они, наши братья меньшие. Мы должны их заштиштять. И устанавливается Варна Шрамадхарма. У них, представляете, такая ситуация. Ну, это на самом деле кастовая система устанавливается. Касты. И они говорят, да что вы ему объясняете, что он ничего не поймет. Ты давай, че, Дхарья Кришна? Они уже становятся, как Саньяти. Как раз Ганна Парва, да, Панчева, она определяется именно этим, что человек начинает себя вести, как Саньяти. Помнишь, что-то? То есть, человек, он начинает думать, что я уже все, я даже уже чувствую, что я могу туда поехать, туда поехать, проповедую. Как я погрузился в миссию. Миссию прямо, я прямо уже как Саньяси. И он на тонком плане начинает, я представляю, что такое быть Саньяси. Да, практически, дело не в данте, дело вот в этом умонастроении. Я миссия. Это вот как раз вот эти силы, вот эта вот вся чушь, вот эта вот, как раз вот в наших головах. Поэтому говорится, ложное эго, поискновенное, причиняет беспокойство и страдание уму и сердцу, вернее, и телу. Вот это все вот в уме, вот это все и происходит. И там Шрилл Санат Магасами, он объясняет, что все это называется ментальной платформой служения. То есть это еще не преданность, это еще не бафи, и это полное отсутствие представлений даже, что такое на самом деле преданность. Он так и пишет, что это полное отсутствие представлений даже, что такое преданное служение. То есть так же, как человек в первом классе, у него полное отсутствие, что такое наука. Хотя он изучил азбуку. А, Б, Г, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И. Но это как вот представить. Кто из вас изучал иностранный язык? Поднимите, кто изучал английский. Вы знаете английский алфавит? Но это же еще не значит, что вы знатоки английского. Вот каждый, кто из вас изучил алфавит, если я сейчас прошу, вы скажете, что я на самом деле английского не знаю вообще. Правильно? Ну каждый это понимает, что вы не знаете. Ну кто-кто немецкий изучил? Ну-ка. Вы знаете немецкий? Хотя почему вы смеетесь? А если я спрошу о преданном служении, то я говорю, что конечно. Вот так, вот так. Так вот теперь вы понимаете, что мы тут с вами даже алфавит толком не знаем о преданном служении. Но уже претендуем. Но нам-то кажется, так же как вот тем людям, которые A, B, C, D, E, F, G. А я как этот косой, помните этот джентльмен на удачу он там? А тут говорит, ну где ты будешь работать? А он говорит, ну переводчиком английский я знаю. Он шесть слов выучил там на английском языке, и он уже так сидит. Он на полном серьезе. У него вот это и есть, вот это иллюзия. Они уже преданы, они знают, что такое бактилата. Там говорится, что им свойственно применять терминологию вот эту санскритскую. Они очень много шлок стараются выучить. Это как раз признаки уцахамы. То есть они очень сильно оперируют вот этими всякими понятиями. То есть они очень подвержены, им нравятся, потому что они это используют для того, чтобы, опять же, ложное это тоже. Ну я такой, не ври там, ага. Они всегда свои правы и начинают использовать. Это все признаки вот этого урока. Поэтому мы должны очень хорошо знать, что процесс не настолько легкий в принципе, но с другой стороны он легкий, потому что Праббада и, допустим, Джива Гасвами, они, вот Праббада пишут, что Джива Гасвами определял, каким образом человек может мгновенно прогрессировать. Мгновенно, то есть очень быстро прогрессировать. Это получив милость чистого преданного и который имеет, помните, я говорю, две важные вещи, которые необходимы. И если вот эти две важные вещи у него есть, то он может вообще прямо, ну, настолько бурно прогрессировать в преданном служении. Прямо эти уровни пролетают. То есть попадая в них, ну, пролетая быстро через них. Это строгое соблюдение обетов, которые он дает. Идеальное просто. Вот он дал и все на всю жизнь. И ни разу не отклоняется от нарушения даже одного какого-то любого обета. И второе, это горячее желание получить любовь к Кришне. Вот эти два самых важных основных факта, которые приводят его к энтузиазму. Почему он энтузиастичен? Потому что он есть горячее желание достигнуть результата. Поэтому он все делает с энтузиазмом. Значит, те, кто делают все без энтузиазма, у них просто нет желания. У них нет горячего желания достигнуть результата. Отсюда и говорится, что без энтузиазма служат те, кто просто не желают. Поэтому я вам рассказывал, что Христос еще определил этот отток. Да я 38 лет здесь сижу. Вот отсюда у нас появляются предмениофиты, которые по 10 лет в искон, по 15 лет в искон. Потому что они определяют, думают, что вот, как же я не хочу здесь продвинуться, я уже 10 лет в искон. Также этот человек, он был старшим преданным на этом озере. Но, вот смотрите, он 38 лет на этом берегу просидел. И Христос подошел к нему и спросил, хочешь ли очищение? Он так на него посмотрел и сказал, ты кто такой? Ты что, надо мной издеваешься? Он сказал, он почувствовал, что он не понимает, о чем он просит. Он говорит, желаешь ли исцеления? Он посмотрел, он сказал, люди, люди! Он там сидел, ну их люди, можно было сказать, уроды, слышите что? Там уже все сидели, ну и такие, уроды, знаешь, их бьют там все. Фаризий какой-то пришел, он тут что-то говорит. Он видит, что тот опять не понимает, о чем речь. И он его спрашивает в третий раз, жаждешь ли исцеления? То есть жажда-то есть? Он говорит, как ты? Конечно же, я 38 лет уже здесь сижу. Христос заулыбался, он говорит, вот поэтому и спрашивает. Повернулся и пошел. И ученики о нем не понимали вообще, о чем речь. А они подумали, правда, что это Христос ведь наехал? Он 38 лет здесь сидит, он 10 лет уже в ИСКОН, а на него тут наезжают. Понимаете? Он не понял, что. И потом Христос, повернувшись, он сказал, один раз в 6 лет в это озеро снисходит ангел. И вот он начал рассказывать. Но никто не знает времени и часа в эти промежутки 6 лет. И когда есть жажда, но нету знаний, каких-то техники или всего остального, ну, первые 6 лет можно и не успеть. Ну, где-то, кстати, опоздал, где-то, кстати... Но тогда на второй раз ты уже должен был сделать это. Ну, ладно. Но еще поверим, что второй раз мы тоже по каким-то обстоятельствам что-то не получилось. Ну, третий раз уже два раза опыт есть. А он 38 лет. И все сидит. Поэтому он и спросил его, хочешь ли, живаешь ли, жаждешь ли? Так вот, два этих важных качества надо иметь. Не нарушать обеты и иметь горячее желание достигнуть результат. То есть, получить любовь к Кришне. Ну, естественно, все это, но чтобы это все было два качества, надо иметь веру. Надо иметь веру. И когда мы имеем эти два качества, тогда всегда есть энтузиазм это делать. То есть, что такое энтузиазм? Вот как вы понимаете? Вот скажите мне, что такое энтузиазм? Нет, четкое представление все имеют. Все, абсолютно все. Все знают любовь к Кришне, все видели там фильмы про Махабабу, что в таком состоянии можно всем находиться. Да, даже если четкое представление они имеют, это еще не критерий того, что... Энтузиазм, да? Да нет, это тоже не энтузиазм. Несмотря ни на что, многие служат. Я говорю, 38 лет сидят возле его жара. 38 лет он сидел, что это? Несмотря ни на что сидел возле него. Уже сколько людей сменилось, уже померли там, а он не умер даже, он сидел и ждал все время. А как вот мы четко, допустим, вот этот человек, который сидел 38 лет, он четко знал цех. Он был уродом, он видел, как на его глазах люди селяются. И все равно 38 лет не получил днился. Это четко, потому что я само стомано. А, да, ну просто я понял. А ты говоришь, ну суть-то в общем, почему Христос... Вот видите, как надо думать головой. Почему Христос спросил-то его? Что спрашивал-то Христос? Так что же значит причиной энтузиазма-то является? Горячее желание. Если у нас есть горячее желание, мы тогда и есть энтузиазм. Поэтому, как и говорится, что энтузиастичный преданный продвигается в тысячу раз быстрее, чем другую любовь. Но! Что такое Уцеха Майя? А? Понимаете? Ложный энтузиазм. Да. Вот этот ложный энтузиазм, как раз стадия ложного энтузиазма, она проявляется очень интересно, когда человек ложный энтузиазм проявляет. То есть, начинает... Под воздействием ложного энтузиазма можно совершить гуру аппаратки, вайшнава аппаратки, прасада аппаратки, шатра аппаратки. Вот смотрите, как вот приехали актеры, у них у всех, кстати, энтузиазм показывает там, свой талант. И они там... Это называется раса бхаса. Раса. И в принципе, это шастра аппаратки. Ну, представьте, это священное писание, это история из Шриман Багала, из Багала Бгита, и петь на них частушки. Это называется ложный энтузиазм, который в итоге может привести к очень серьезным последствиям. Смотрите. Стихи. Вы слышали этот стих? Стихи. О, сын убитый там... О, да, там... Да, все, как актеры прекрасные. Но из вас никто не вслушивался в текст, потому что никто не читал нектар преданности. Там даже более возвышенные личности огромного уровня. Когда начинали говорить что-то о Кришне, происходило несовмещение рас, понятий, всего остального. То есть получалось раса бхаса. Оскорбление. Но мы бахаи, мы всеядные, мы за мир между людьми, мы братья, мы за энтузиазм самое главное. Нам не важно за какой энтузиазм, за ложный, за престижный, за кого-то. Мы самое главное за энтузиазм. Мы энтузиазисты, нам дали любое дело, мы так сделаем, родная мама не узнает. И все это предложим Кришне, получается. Это не определяет наш уровень. Поэтому нам ничего не запрещают. Они видят, что мы на таком уровне. Говорят, ну да, давай. Давай все нормально. У тебя все в порядке. Я говорю, как вот этот ребенок, который постирал там все. Потом сказал, ну все, я буду гладить. Сразу огнетушитель, пожарную охрану надо предупредить. Что там все-таки как дым пойдет, сразу это у нас. Наша дитятка решила погладить. Там с книгами кто-то ушел. Сразу надо готовить пресс-конференцию, чтобы объяснять, что это все неофициально. Что это все не авторитетно. То, что вы видите наших преданных на улице, они просто еще не очень сами понимают, куда попали. То есть сразу надо готовить людей, чтобы они не обиделись. Что ты куда пошел проповедовать в институте? Сразу надо встретиться с ректором, сразу сказать, что бы он там не говорил, это чушь. Не бежать. Гора не предупреждают. Есть горячее желание просто проповедовать. Не важно что, есть желание донести людям Кришну. И не важно каким способом. Это все называется ложный энтузиазм. И люди под влиянием вот этих уровней наделали очень много глупостей в искон. Очень много. Но что ж поделать, Парупада все это терпел. Все это терпел. То есть как вот эти пьяные там, они в ресторанах там проповедуют. Давай, наливай, я тебе расскажу, что Римет Багу. Парупада такая лестница. Так люблю. Так люблю. Ну, корите все, Харик Рисман. Скажи, вы снял, каши. Да. Так же Андрюха Бахутов там. Вот это ложный энтузиазм, это оскорбление. А все же это энтузиазм. Горячее желание жрать водку. Но как-то, чтобы это оправдывать, надо за Кришну примедлить. Это ложный энтузиазм тоже связан с нашим вожделением. Природа вожделения толкает нас на ложный энтузиазм. Поэтому мы эти уровни должны пролетать, проходить, не задерживаться, не попадать в эти капканы и ловушки. Вот от чего это происходит. Опять же, и вы поймите, что многие люди знают это, они же читали это. Почему? Потому что еще есть тенденция какая, что все, что ты читаешь, какие-то негативные проявления, ты ищешь не в себе это. А в ком-то. Поэтому, какой-то, ну, кстати, наш старший предный, он может говорить там об этом. Но когда смотришь, как он сам себя ведет, ты думаешь, боже мой, почему? Поэтому, Шрила Рупа Госвами говорит о трех категориях старшинства. Первое, это право старшинства по инициации, то есть по духовному посвящению. Старшим предным считается для нас тот, кто получил раньше у нас инициацию. Это первое. Второе, это тот, кто получил брахманическую инициацию. Третье, это те, кто является саньятием. Да? То есть, вот это первая категория. Есть вторая и есть третья. Вторая категория. Первая, то есть по, ну, инициации, положения, мы определяем. Вторая категория, это качество. То есть, вторая категория относится к качеству. То есть, первое, как человек может смиренно принимать критику. Критику или поправки. То есть, в этом уже и управляет его продвинутость. Вторая категория. Как человек правильно проповедует философию шивурпады. То есть, дает правильно ли он умонастроение. То есть, это продвинутость тоже. Третья категория, в этом втором плане, это, что человек не имеет зависти. То есть, его зависть сведена к минимуму, что мы даже не замечаем, что он кому-то завидел. То есть, он такое качество, хорошее, он не зависит. И он, кстати, такой, ко всем относятся. ровно, спокойно. Это, в виде таких людей, сразу мы привлекаемся ими. То есть, это реализованы. Но они могут быть, либо, первую инициацию иметь, либо иметь вторую, либо иметь третью. Другая категория. То есть, качества вот этих. Могут быть отражены, допустим, в Саньяси, все эти качества. Могут эти же качества быть отражены в человеке-брахмане. Или какой-то, какой-то из двух, или может быть, все три уже могут сочетаться у предного, который один раз. В зависимости от его горячего желания совершать предное служение и делать его правильным образом. Шриларупа Госвами всегда говорит, что основные недостатки в предном служении, это когда предный вот это, с уровня у цеха мая сидел. То есть, они действуют по собственной прихоти. По собственной прихоти. И это их выпивает. Потому что они в предном служении ведут себя полностью из платформы ложного эго. То есть, по собственной прихоти. Поэтому он вайфхи-бахти устанавливает. Строгое, там говорится, я вот сейчас сидел перед этим, читал, строгое, беспрекословное повиновение. Это вайфхи-бахти. Беспрекословное. Это первая ступень, только которая может подвести нас к рогануге. Тогда, когда уже нас не надо контролировать, мы все делаем сами и имеем к этому вкус. То есть, уже понимаем, что это судьбок, и мы должны это делать. Мы даже испытываем от этого какой-то удовольствие, что мы можем служить Кришне. Не то, что мы наслаждаемся. Нет. А удовольствие в том, что мы можем для него что-то сделать. В этом нас проявляется. Потом, третье есть как продвинутость. Это значит качество смирения, вайшнавский этикет. Первая самая ниша. То есть, когда человек ведет себя в рамках вайшнавского этикета полностью. Понимаете? То есть, вот взять этикет, и он прямо олицетворение вайшнавского этикета. Он всегда спокоен, не беспокоен, преданных там, степактичен, лоялен, милосерден. То есть, проявляет очень чистая природа у него. Он все строго всему сам следует. Сам абсолютно. То есть, его не надо тыкать постоянно там, заставлять. Все делает качественно. Всегда энтузиастичен. Он правильно понимает философию. Но имеет такие. Может быть, недостаток в речи. То есть, ну, как это, не может изложить мысли. Там лучше. Красноречие, допустим, отсутствует. Или отсутствует, допустим, благосклонность к непреданным. То есть, он преданных вообще идеально ведет. Но среди непреданных очень такой становится. Не такой. Потом, второй, значит, второй уровень. Это когда человек в рамках вайшнавского этикета держится очень хорошо. Это очень высокий уровень, когда мы держимся в рамках вайшнавского этикета во всем. То есть, в речи, в манерах, во всем. То есть, и сделаем это, ну, не искусственно, просто стараемся себя держать. Но это уже близко к преданным. Второй уровень, это тогда, когда это проявляется в самых экстремальных условиях. То есть, продвинутость проявляется в том, что человек, попадая в экстремальные ситуации, ведет себя четко в рамках предписанных, как должен вести себя преданным. Это очень продвинутый уровень. Потому что все остальные, они могут шататься. То есть, в храме он преданный, в айшнавский этикет, попадая в другую среду, все. Или, допустим, как вот, чаручан говорит, я там, корми, а пчелок, то есть, праббада всегда говорит, в айшнав, везде в айшнав. Куда его не дадим, в ад его отправят, он будет в айшнавом там. То есть, он сохранит. Это уровень. То есть, качества, которые у нас есть, то есть, они проявляются в любой среде. В тюрьме ли мы, или где. Это продвинутый преданным. это старший преданный, продвинутый. Не старый какой-то. И еще, это, конечно, когда, естественно, человек поднимается до уровня, то есть, вот этих самых, самых лучших качеств полубогов. То есть, тогда, когда преданный полностью на трансцензентальном плохом находится. Полностью на трансцензентальном плохом. И вот сочетание всех этих трех и под трех, то есть, девять всего получается, но на три они раз. Вот сочетание вот этой всей природы, это уже есть в самый высокий уровень. Маха Бхава. То есть, ну, Маха Бхава у нас нет. Бхава там все. Тот, кто лишен всех материальных представлений и всех материальных желаний. Строго действует в этом. То есть, как строго? Это становится уже природой. Он уже вне этих ограничений на самом деле. То есть, для нас-то это ограничение, поэтому мы все время воспринимаем это ограничение. То нельзя, это нельзя. Для него это природа уже. То есть, он себя не сдерживает. Это естественно становится его поведением. Понимаете? В чем разница? То есть, мы можем не гневаться, сдерживать себя просто, а человек вот в процессе этой реализации просто уже на самом деле не гневается, потому что это стало качеством сознания. То есть, это сознание Кришны, оно и дает возможность развиться этим качеством сразу. Поэтому человек, продвигающийся сознание Кришны, сразу меняет свою природу, внешнее поведение, все постепенно начинает меняться. Он меняет. Мотивы его очищаются, природа изменяется. Он, кстати, там, кстати, вот такие основные качества, допустим, первые стадии, а это очень высокие стадии. Жадность, там, кстати, гнев, жадность, вожделение, да. То есть, сексуальные проблемы он сразу отметает на разных уровнях. То есть, ну, там, зависим, то есть, по крайней мере, с грубым сексом, прекратить и понимать, знать природу других форм тонкого секса. Жадность, то есть, он не привязывается к вещам, не привязывается все то, что связано с его телом, постоянно держит дистанцию и старается все, что у него есть, использовать в служении. Потом, и третье, гнев. То есть, он не гневается. То есть, вы поймите, я вот тогда объяснял вам природу эмоциональности, природу гунь и природу гнева. Гнев, это тогда, когда вожделение, да, вожделение, это есть природа гнева. То есть, вожделение является причиной гнева. Чувства не удовлетворены, в итоге все, и рассудок. Есть природа, то есть, есть эмоциональные люди, они не гневные, они эмоциональные, то есть темпераменты. Помните, я говорил, три формы темперамента? Сангвиники, холерики и флегматики. Есть холерики, то есть, они громко говорят, там Кришна Киртан есть у нас, да, вот такой, уносибирский, он такой, и всем кажется, о какой гневный. Да нет, он не гневный. Он не гневный, он, сердце очень мягкий человек, я знаю, очень мягкий человек. он быстро впадает и быстро а знаю таких которые очень мягкие но они могут подняться я хочу вас всех предупредить вот этот человек он мошенник это называется вайшнавапарат это гнев это проявление гнева в спокойной природе природа гнева она не выражается если ты машешь руками значит ты гневный вот как Сахадева у нас стоит в школе пропоет Кришна это верховная личность Бога вот он так вот там вы не знаете вот Шримад Бхагава там написано вот что-то ну вообще ну нет так кстати так все уже не так но там примерно так все это выглядело кто видел это ты видел ты вообще смех ну сразу с тобой мы смотрели глухонемен был в прошлой жизни жестикуляцию вообще отрывает и главное не просто как-то так но он всеми руками он там и ногу еще поднял что я там показывал проповедь всеми частями тела называет задействовал повреждался сломатки почти все сконцентрировалось на Кришне поэтому это это не говорится что это гнев там или что-то но вот смотрите проявление допустим желания какая-то поправка поправка то есть человек поправил нас и у нас возникло большое желание дать ему в нос но мы этого не сказали ему сдержали это сказали Хари Кришна вот это и есть одно принять за другое а посмотрите сколько гнева вот я допустим столько много кричуешь я думаю такой гневный столько гнева столько яд он прям такой гневный он разорвал бы нас княми обмотался ну тогда он сейчас пусть напьет в нашей крови орленок орленок ну подожди а допустим а допустим представим природу допустим вот нашего волоса ну вот наш волос ну волосе вот вот вам смотрите природа тихий нигде не кричит всегда очень так сочет но вот это есть природа гнева он очень сильно гневается внутри себя очень сильно гневается очень гневный человек он сдерживает потому что природа такова другие люди есть такие оооооо но на самом деле не дам ничего никогда они всегда добрые всегда доброе желают и все такое и вот мы всегда я говорю что Мы должны научиться одно не принимать за другое. То есть мы должны знать точно. А чтобы знать, надо иметь знания. Эти знания, в первую очередь, пропускать через себя самого. И тогда, может быть, мы сможем видеть и другое. Потому что, применив к себе, мы будем понимать, как и человек, может быть, мы просто заблуждаемся, что он таков. Понимаете? Это и есть природа. Познание. Почему пропадает, говоришь, что наука самоосознание? Почему здесь, в этой шлоке, говорится, что они понимают, что мы не достигнулись в науке самоосознания. То есть они даже сами себя не могут понять, кто они таковы, как они действуют и что происходит с ними. В этой шлоке именно шнимат базирование. Что они лишены этой возможности. Сами лишают себя, поскольку всегда опираются на ложные эго. Поэтому, пока мы опираемся на ложные эго, нам сложно даже самих себя понять. Осознать себя, не обманывать самих себя. Что вы, на самом деле, я такой искренний и слезу там пустите. Я очень часто вижу, когда люди оплативают свою искренность. Да. И это, на самом деле, все это ложно. Вы поймите, почему вы меня принимаете иногда за злого, за жестокого? Потому что у меня просто есть знание, что все это блеф. Поэтому я никак на это не реагирую. И вот он на наши слезы не реагирует. Ну, змея, какой жестокий. Его слезы жертвы никак. Вообще прямо какой. Я тут ему и так, и так плачу. Не так, и так, а он никак. Ну, какой змей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!